Друзья, приветствую! Рамзан из Ставропольского края прислал посылку с образцами масла GT Oil Energy SN 530. Данное масло бывает Energy SP более свежим допуском, но здесь в описании написано SN. Так, две баночки, отработка свежая, описание. Это у нас Solaris 2017 года G4 FG мотор 1.6 с пробегом чуть более 80 тысяч километров в общем. Пробег на масле 7700 километров, 90 процентов по трассе и высокая средняя скорость. По предоставленным данным я рассчитал, что 64,1 километра в час. Так, первым делом, естественно, создам эталон данного масла. Вот такая спектрограмма. Сейчас покажу вам. Есть небольшой бугорок эстеровый. Да, но самое интересное, что здесь есть и обычные эстеры и полиэстеры. Я вижу по графику. Редкое, редкое сочетание, на мой взгляд. Так, сейчас подправлю. Посмотрим, что намерил прибор. Противоизносных присадок 72 процента. Ну, в общем-то, для Эльсака, наверное, это нормально. Так, выставляю этот уровень как 100 процентов. Тем более, учитывая, что есть эстеры и такие-сякие разные. Сейчас гликоль, сажу подправлю. Ну, и вот здесь непонятно немного ситуация. Значит, кислотные 1,64. В общем-то, очень похожие с учетом того, что есть эстеры. Вот, но щелочное явно занижено. По данным производителя, 7,59 по-моему. Вот, я 7,5 выставил. Сохранил. Кислотные не трогал. Так, сохранил эталон. Все. Значит, можно проверять. Машину я уже сказал. Лошадиных сил у Рамзана не было указано, но я поставил там среднее значение, грубо говоря, там до 132, по-моему, они бывают от 123. Так, закладываю отработку и давайте посмотрим, что намерит прибор. 102 процента по противоизносным присадкам, даже чуть больше. Ну, это из топлива, скорее всего. На высокой скорости, я считаю, что топливо больше попадает в масло, толще пленка. Кольцо сложнее снять. Есть две десятые гликоля. Не знаю, чем это связано. Может быть, это из топлива как-то попадает. Так, значит, процесс сгорания, вот видите, как хорошо проходит. Одна сотая всего сажи. Практически нету. Ну и нарастает кислотная. Практически сколько у нас там? 0,8. Достаточно сильно нарастает кислотная. Ну и щелочное. Запас еще есть у масла, как бы, рабочие. Вопросов особо нету. Значит, сейчас посмотрю, что произошло с вязкостью. Обычно при таком режиме не должно быть проблем с вязкостью. Масло сильно разогревается на скоростях и должно выпариваться и топливо, и значит, влага, в том числе атмосферная, конденсат. Так, и посмотрите, картина какая. Здесь даже загущение есть. То есть, есть небольшое повышение рабочей температуры. Возможно, это связано с воздушным фильтром, например, на скорости, что он или система охлаждения. Посмотреть надо. Да, воздушный фильтр мы списывались с Рамзаном. Значит, он не каждую смену меняет. Да, не забывайте отметить видео, поставить палец вверх, подписаться, кто не подписался. Сейчас покажу вам прогноз ресурса. Значит, по ресурсу по моточасам 250 моточасов. Моющие нейтрализующие свойства более 16 тысяч километров. Вот. Ну, с нейтрованием, вот видите, вопрос. 12400, 194 моточаса. Нейтрование сокращает ресурс моющих нейтрализующих свойств. Вот. Здесь возможно, что вот о чем я говорил, воздушный фильтр на высоких оборотах, высокой скорости, как бы даже слегка забитый, меньше пропускает воздуха. Так, и по загущению, возможно, что все-таки это система охлаждения. Может быть, надо помыть радиаторы, там посмотреть, не забиты ли они. На высокой скорости это критический важный момент. Обороты. Масло сильно разогревается, более 100 градусов. И вот работая в таких условиях сильного разогрева, даже проверяли топовые масла на высокой скорости. Там, я помню, где-то из Audi, по-моему, Mobil 1 проверяли. И то высокая скорость сильно достаточно сокращает ресурс масла. То есть вот такие режимы, такие нагруженные, термонагруженные окислительные процессы ускоряются при высоких температурах, а на высоких оборотах температуры повышенные, потому что количество вспышек на единицу времени повышенное. Ну и теплоотдача, не смотрите там на температуру антифриза, теплоотдачи через радиаторы антифриза выше, чем чем теплоотдача в паре масла антифриз. То есть все равно вот те, у кого есть показания температуры масла, могут видеть на по трассе, что масло разогревается сильнее, чем значит антифриз. Антифриз охлаждается, масло там может 105 и более даже градусов. В некоторых машинах там до 115 бывает и даже, кажется, выше. Значит, ну вот такой получился тест. Корейские масла обычно имеют хорошее соотношение стоимости и качества, на мой взгляд. Здесь немножко сократился ресурс по условиям эксплуатации данного масла. Я думаю, что все-таки оно могло бы выступить посильнее, ну и имеет больший потенциал. Но, тем не менее, вот есть, что есть. Благодарю Рамзана за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.